Я бы хотел объяснить еще одну причину, по которой считаю 16 главу Деяния Апостолов столь важной. Обратите внимание на 6 стих. И обратите внимание на местоимения. Они используются здесь в третьем лице. Смотрите. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым». 7 стих. «Дойдя до Мессии, они предпринимали Тевифанию, но Дух не допустил их». И теперь сравните с 10 стихом. «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию». «Мы». Видите разницу? В шестом, седьмом и девятом стихах и в начале 10 стиха говорится в третьем лице о ком-то другом «они». Но с середины 10 стиха третий лицо, он или они, заменяется на первое. «Мы». Что это означает? Это означает, что с этого момента, в 16 главе «Деяния апостолов», автор книги «Деяний» становится миссионером. То, что до сих пор было лишь историческим повествованием, становится частичной автобиографией. До 10 стиха 16 главы он писал о других людях. Начиная с 10 стиха, он пишет о себе. Вспомните, пожалуйста, в первом миссионерском походе началось с того, что отправились в него Павел, Варнава и Иоанн Марк. Иоанн Марк их покинул в 13 главе 13 стихе. Второй миссионерский поход. Павел расстается с Варнавой. Варнава идет с Иоанном Марком. Павел идет с Силой. Павел и Сила отправляются в Листру, в Малой Ассии, где Павла в свое время побили камнями. Там они находят одного молодого человека, на которого оказало влияние служение апостола Павла. И этот человек тоже стал проповедником. Человека этого зовут Тимофей. Он присоединяется к ним. Они находятся в Малой Ассии. Они пытаются решить, что им делать. Они посещают разные места в Малой Ассии. Но по каким-то практическим причинам, которыми руководит сверхъестественным образом Святой Дух, Бог не позволяет им. В этот момент Павел получает видение. Муж, македонянин, является ему в видении и говорит, «Приди и помоги нам». И в этот момент, в 16 главе 10 стихе, к этой миссионерской группе присоединяется четвертый человек. Итак, здесь Павел, Сила, Тимофей, а теперь еще и Лука. Теперь их четверо. И четвертый автор Третьего Евангелия и автор этой великой истории Церкви, которую мы называем «Деяния апостолов». Вот одна из причин важности и значимости 16 главы «Деяния апостолов». Посмотрите, «Видение было Павлу», 9 стих. «И было ночью видение Павлу». Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Однако Павел не принимает решения сам. Рядом с ним сослужители. Недавно мы говорили с вами о том, что такое призвание. Как понять, в чем наше призвание. Очень часто бывает так, что призвания подтверждают окружающие нас люди. Они говорят, да, вот это и есть твое призвание. Павел говорил об этом с ними, потому что это видение включало и их, а он должен был пойти с ними, он не один ведь пойдет. Они вместе решили, что Бог действительно призывает их на это место. Я бы хотел сказать еще кое-что о призвании. Призвания бывают разные. С одной стороны, Павел получил призвание в момент своего обращения, когда он беседовал со Христом, когда Христос беседовал с ним. Или помните, когда Анания услышал слова Иисуса о том, что Павел должен будет пострадать за Господа. Это призвание, это очевидное призвание. Но бывают и другие призвания. Есть также призвание к конкретной деятельности. Что нам делать? Чем нам заниматься? Быть учителем? Работать в банке? Или служителем быть? Или делать палатки? Иными словами, поддерживать светскую работу, вести светскую работу, чтобы таким образом поддерживать и служение? Или нам вообще не заниматься служением, а нам зарабатывать побольше денег и поддерживать других служителей? Бог не призывает всех к служению на полную ставку. Так что призвание определяет, что мы будем делать со своей жизнью, как мы будем распоряжаться своей жизнью. Это профессиональное призвание, если хотите. Но кроме того, есть еще и призвание к конкретному месту, к конкретной местности. Где нам служить? Где нам жить? Быть дома? Или в Курске? Или в России? Или где? Или ехать в Питер? Или куда-то еще в европейские страны? Или в африканские страны? В Южную Америку? Павел уже четко понимал, что ему делать. Теперь ему осталось определиться с тем, где ему этим заниматься. И в этот момент, в Деяниях Апостолов, 16 глава, ему становится ясно, где заниматься. Он получает видение, он беседует со своими сослужителями, и они решают, нужно пересечь Средиземное море и отправиться в Европу. Такова история основания церкви в Европе. Именно поэтому 16 глава столь важна. В 11 стихе они переправляются, и попадают в город, который называется Филиппы, в 12 стихе. В Филиппах они ищут молитвенное собрание и находят молитвенное собрание у реки. Можно задаться вопросом, почему апостолы или зачем апостолы пришли в Македонию? Пришли потому, что получили видение. А почему видение получили? Зачем Бог послал им видение? Ну, может быть, потому что люди молились. Апостолы приходят к реке, а там молитвенное собрание. Кстати говоря, скорее всего, были там только женщины на этом собрании. Для нас, мужчин, грустно принимать, грустно понимать, признавать, что женщины обычно вернее мужчин в следованию Божьему Слову. Помните, женщины были последними, кто покинул Христа на кресте и первыми, кто пришел к Нему в гробнице. Помните, что вместе с Иоанном женщины заботились о Господе при смерти Его. Именно они первыми также и пришли к гробнице в момент воскресения, после воскресения, и сообщили новость, благую весть апостолам. И в этой ситуации церковь в Европе основалась потому, что была молитвенная группа женщин. И Бог ответил на эти молитвы. Никогда, никогда не забывайте о том благе, которое происходит, о той силе, которая есть в этих женских молитвенных группах. И, к сожалению, мы должны признать, что на самые одинокие, самые опасные миссионерские предприятия посылают женщин. Когда я впервые поехал в Ирак, я увидел там молодую австралийку, которая прослужила там пять лет. Она была не замужем, трудилась в деревнях. И она меня спрашивает, а мужчины-то где? А я говорю, боятся мужчины. Самые одинокие, самые опасные миссионерские посты в мире занимают женщины. В большинстве стран мира на молитвенные собрания ходят главным образом женщины. Так было и на том первом молитвенном собрании в Европе, на которое приходили только женщины. Именно туда пошли апостолы. Церковь в Европе основалась по молитве женщин, по молитве группы сестер. Мы узнаем имя одной из этих сестер. Зовут ее Лидия. Мы узнаем, что она из Фиатиры. 14 стих 16 главы об этом говорит. Вот почему это так важно. Помните, что Павел и Сила, и Тимофей во время второго миссионерского путешествия не могли продолжать служение в Малой Асии. Они были призваны в Македонию, а затем в Грецию. Они должны были идти на юг от Македонии. Однако первый человек, который приходит к спасающей вере в Иисуса Христа в Европе, это сестра из Фиатиры. Где находится Фиатира? В Малой Асии она находится. Как раз в Малой Асии. Да, они географически находились в Европе. Однако первая христианка родом из того города, откуда они только что ушли. То есть не то, что Богу больше дела нет до Малой Асии. Есть дело. Беспокоят Бога люди из Малой Асии. И первая христианка, получившая спасение в Европе, родом не из Европы, а как раз из Малой Асии, из тех городов, в которых они бывали в первом миссионерском походе. Мы читаем, что Господь открыл сердце ее, и она ответила на то, о чем говорил Павел. И в 15 стихе мы читаем, что крестилась она и домашняя ее. Через некоторое время мы будем говорить о филиппийском страже, тюремном страже. И он, и весь дом его принял крещение. Когда мне было 33 года, это было очень-очень давно, Господь подарил нам второго ребенка нашего. Когда родился наш второй ребенок, наш единственный сын, я понял, что теперь я по-настоящему глава семейства. У меня больше, чем один ребенок, уж точно глава семейства. И я хотел, чтобы весь дом мой, все дети наши, у нас трое детей, на самом деле четверо детей, один из них в небесах уже, трое на земле. Я хотел, чтобы весь дом мой знал Господа и служил Господу. И я задался вопросом, а как это получается, как этого добиться? И в тот момент я обратился к 16 главе Деяния апостолов, потому что весь дом Лидии был крещен. Весь дом тюремного стража принял крещение. И я задался вопросом, почему это произошло? Что было такого особенного, что побудило всю семью прийти к вере? И я нашел 12 таких особенностей. 12 особенностей в 16 главе Деяния апостолов. Я не скажу вам, что это за особенности, потому что это отдельное библейское изучение. Но об одной из них хотел бы кое-что сказать. В обоих случаях, и в случае Лидии, и в случае филиппийского стражника, тюремного стража, они приглашали миссионеров к себе домой. И эти дети, и эти домашние видели миссионеров в своем доме, они видели, как родители принимают у себя миссионеров. И это оказало на них влияние. Вы можете себе представить, как человек растет и растет из детства, помнит, что в его доме был сам апостол Павел. Вы можете себе такое представить. Вы можете представить себе, какое влияние оказало присутствие апостола Павла, истории, которые он рассказывал, сила его личности. Хотите действовать на свою семью, хотите действовать, подавать пример своим домашним, так подавайте пример, принимая тех, кто несет Евангелие всему миру. Именно такие люди должны приходить к нам под крышу. именно такие люди должны ночевать у нас в доме и сидеть за нашим столом, за трапезой. Это постоянно повторяется. Так было у Лидии, так было с филиппийским стражником. И тот, и другой видели, как весь дом их обратился ко Христу. 16 стих говорит о том, что они продолжали приходить в молитвенный дом или на молитвенное собрание. В английском языке есть такое выражение «собирать вишни». Собирать вишни примерно то же самое, что и по-русски «снимать сливки». Мы берем самое лучшее, а все остальное оставляем. Не берем. Так поступают, к сожалению, и некоторые служители. Люди начинают новое служение, и для того, чтобы начать новое служение, они приходят в уже существующее служение или в уже существующую церковь и снимают оттуда сливки. Например, человек насаждает новую церковь, основывает новую церковь и начинает ходить по церквям и лучших людей из церквей переманивать к себе. Он снимает сливки из других церквей. Это совершенно неэтичный поступок. Почему я говорю сейчас об этом? Павел и Сила и Тимофей и Лука приходили на это молитвенное собрание не для того, чтобы сливки снимать, не для того, чтобы с этого молитвенного собрания приводить людей к себе. Нет. Они продолжали ходить на это молитвенное собрание. Они поддерживали это молитвенное собрание. Мы читаем, что они шли в 16 стихе шли в молитвенный дом или шли на молитвенное собрание в то место, где когда-то познакомились с Лидией, и встретилась им одна служанка. Очевидно, у этой служанки был особый дар. Мы читаем дар прорицательный, дар развлечения, дар понимания, особого понимания, сверхъестественного понимания. Проблема, однако, была в том, что она получила этот дар от темных сил. Этот дар пришел к ней не от Бога, этот дар пришел к ней от сил зла. Одним словом, эта девушка-служанка была одержима. Бесы управляли ей, но, более того, управляли ей еще и жадные люди, которые наживались на ее состояние. Мы читаем, что она шла за Павлом и за другими миссионерами, и она кричала, говоря, смотрите, 17 стих, «Сие человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Посмотрите на эти слова и скажите, а что в этом неправильно, что в этом не так? Есть ли здесь богословская ошибка? Есть ли здесь практическая ошибка? Может, все здесь не так? Все здесь так. Это правильные слова. Она говорит совершенно правильные вещи. Однако, она продолжала это делать на протяжении многих дней. Иными словами, на протяжении многих дней апостолы возвращались на это молитвенное собрание, они были верны этому молитвенному собранию, но каждый раз, когда они шли на молитвенное собрание, эта девушка-служанка подходила к ним и начинала возглашать. Эти люди служат живому Богу. Они возвещают нам путь спасения, путь ко спасению. В 18 стихе мы читаем о том, что Павелу это не понравилось. Он вознегодовал. Почему он вознегодовал? Что такого плохого сказала эта девушка? Она говорила все правильно. Однако, обратите внимание, ведь дьявол хитер. Мудрости у дьявола нет. К большому счету, дьявол величайший глупец. Но при этом он хитер. Он изворотлив. Он владеет множеством фокусов. Почему совершенно справедливые слова этой девушки были неприемлемыми? По двум причинам. Во-первых, все в этом городе знали, что это за девушка. Все знали, что она одержимая бесом. Соответственно, бес управлял ей, когда она говорила ей эти слова, этими высказываниями. Получается, что она подтверждала служение Павла и других миссионеров. Но при этом это было подтверждение от дьявола. Видите, что выходит? Какое же подтверждение? Сам дьявол подтверждает. Кому такое нужно? Представьте себе. Приходит человек в город и проповедует о покаянии, проповедует о покаянии и собираются блудницы и говорят, «Ой, крутой чувачок! Ну, чувачок крутой!» Что ж в этом хорошего? Потому что все отлично знают, что это за женщина-блудница. Эта девушка была духовной блудницей. У нее была плохая репутация. Значит, если она восхваляла апостолов и ободряла их, одобряла их при людях, им от этого ничего хорошего не было. Во-вторых, она, наверное, ну, совершенно не вписывалась в ситуацию. Выглядела она как-то странно, неуместно. Говорила она это каким-то странным голосом, может быть, пританцовывая, со странным выражением лица. И хотя слова ее были верны, им от этого не было никакой пользы. Наоборот, репутация их от этого страдала. На протяжении долгого времени Павел ничего по этому поводу не делает. Он просто терпит, он просто смиряется. Однако Лука говорит нам в 18 стихе о том, что это продолжалось много дней. И вот, поскольку это продолжалось много дней, в конце концов Павел вознегодовал и обратился к духу, к злому духу в этой девушке. Не к самой девушке, а к злому духу. Он обращается к корню проблемы. Он говорит, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Но как только дух из нее вышел, она потеряла свою финансовую ценность. Больше ее эксплуатировать было нельзя. Не была она уже такой странной девчушкой, на которую хотелось посмотреть забавы ради. И доход она приносить больше не могла. Хозяева ее, люди, которым она принадлежала, люди, которые зарабатывали на ней деньги, поняли это. И как только они поняли, что Павел и Павел, и Сила, и Лука, и Тимофей помогли этой девушке и освободили эту девушку, как только они все это поняли, они, хозяева, привели Павла в суд. Ваши родители с детства слышали о том, как плохо все в Америке, и какой отвратительный капитализм. А мы, американцы, с детства слышали о том, какой кошмар в Советском Союзе, и какой кошмар коммунизм. На самом деле, капитализм не решает проблему человека. Проблему человека решает только Христос. Капитализм действительно может быть отвратителен. Потому что жадность съедает людей. Многие из нас слышали о том, насколько опасен коммунизм для христианства. Но послушайте, капитализм также опасен для христианства. И в этом месте, в Деяниях 16 глава, именно капиталисты пытались препятствовать Евангелию. Потому что Евангелие приносит с собой свободу. В то время, как люди наживаются на рабстве. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3wtvseminari.com Евангелие приносит чистоту и святость. А люди наживаются на грязи и нечистоте. Поэтому, когда Евангелие начинает влиять на общество, люди, наживающиеся на рабстве, люди, наживающиеся на нечистоте, чувствуют себя под угрозой. И они начинают восставать против Евангелия. Именно это и происходит в этом месте священного Писания. Павел и Сила и Лука и Тимофей испытывают на себе оппозицию со стороны капиталистов, отвратительных капиталистов, которые приводят их к судье и говорят, «Эти люди возмущают город наш». Кстати говоря, это еще и евреи. Они приносят с собой расистские такие аргументы. Это еще евреи, от них нужно избавиться. Они проповедуют обычаи, которых нам, римлянинам, римлянам не следует принимать. На самом деле, их не интересует обычаи, их интересует только одно. Заработок пропал. Итак, они выступают против апостолов. 22 стих. Воеводы, сорвав с них одежды, вели бить их палками. 23 стих. И дав им много ударов, ввергли в темницу. 24 стих. Мы узнаем, что это внутренняя часть темницы, внутренняя темница, чтобы сложно было оттуда убежать. Послушайте, если мы собираемся нести Евангелие в новые места, нам придется заплатить цену. кому-то придется страдать. Кого-то будут бить. Кому-то придется умереть. Так было в Деяниях апостолов. Но почему мы при всем при этом несем Евангелие в новые места? Мы знаем, что нас будут бить. Мы знаем, что мы будем страдать. Мы знаем, что мы умрем. Да, но однажды все мы умрем. Но мы несем Евангелие в новые земли, чтобы спасти умирающих. Редактор субтитров Продолжение следует...